Ежемесячное оперативное совещание провел глава Ленинского района Валерий Венцель. В ходе него заместители главы администрации, руководители муниципальных управлений и служб доложили об итогах работы в сентябре и планах на октябрь. Одной из главных тем стала ситуация с подачей отопления в жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. В начале совещания глава муниципалитета отметил, что одни из главных событий сентября, день города и района и единый день голосования были проведены на высоком уровне. Я благодарю все службы, благодарю нашу полицию в первую очередь за то, что была обеспечена безопасность на проводимых мероприятиях, все службы. Следующий день у нас, естественно, был день выборов. Я также хочу поблагодарить за слаженную такую хорошую работу. Ни нареканий, ни замечаний в день голосования. Все четко, спокойно, без нервов провели. Первый заместитель главы администрации Дмитрий Волков рассказал о проводимой работе в социальной сфере и области здравоохранения, образования и культуры. В частности, он доложил, что планируется открытие дополнительных офисов МФЦ в новых микрорайонах. Рассказал о ходе диспансеризации, привычной компании и появлении нового пункта скорой медицинской помощи в Молоковской больнице. Отдельно Дмитрий Волков остановился на открытии нового дошкольного учреждения и скором вводе в эксплуатацию детского сада в жилом комплексе «Видный». 1 сентября мы с вами открыли детский сад «Ивушка». Буквально подарком для нас стало 27-го день дошкольного работника сентября. Это получение разрешения на вот самого такого долгожданного объекта в силу того, что там вводился отдельный детский садик и проблемный объект с дольщиками. Мы планируем этот новый корпус, который будет принадлежать и находиться в ведении детского садика «Журавушка» на 60 мест. Сейчас со всеми службами ведем соответствующую работу. Владимир Николаевич, даст Бог, все нормально. Даже постараемся открыть ко дню учителя 5 октября. Заместитель главы администрации Сергей Гаврилов начал свое выступление с доклада о выполнении губернаторской программы «Дороги Подмосковья». В течение лета по этой программе в Ленинском районе было отремонтировано 22 дорожных участка. Также он рассказал о планах по реконструкции пешеходного моста на улице Донбасской и о течении ремонта остановочных пунктов. Ведутся работы по ремонту остановочных площадок в рамках областной программы. Всего у нас 65 остановок. На текущий момент переоборудовано 10 остановочных площадок. Соответственно, сроки завершения работы, согласно графику, который контракт был предусмотрен, до 30 ноября. Заместитель главы администрации Альберт Гравин доложил о ситуации с поступлением налогов от владельцев земли и взимании арендных платежей с арендаторов муниципальной собственности. Также он сообщил, что в районе продолжается активная работа по выявлению объектов, не поставленных на кадастровый учет. Соответственно, владельцы здания не платят за них налоги. В течение сентября было осуществлено 3 выезда и 195 объектов недвижимости были определены. По состоянию за весь год можно представить такую информацию, что выхода было 33 и 1739 объектов. Одной из главных тем выступления заместителя главы администрации Александра Ускова стала ситуация с подачей отопления. По его словам, в настоящее время к отоплению подключено 100% домов и объектов социальной инфраструктуры. Тем не менее, глава муниципалитета Валерий Венцель попросил Александра Ускова рассмотреть отдельные жалобы граждан на отсутствие горячей воды в батареях. Давайте еще раз тогда сегодня или завтра крайний срок соберите управляющую компанию на предмет того, чтобы выяснить, в каких домах, по каким адресам у нас либо слабая вода, горячая, либо вообще не нашла. Следующее оперативное совещание состоится в начале ноября. На нем глава Ленинского района Валерий Венцель заслушает отчеты заместителей главы администрации, руководителей служб и управления района о работе, проделанной в октябре. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...